это самый долгожданный герой нашей программы он три раза переносил интервью пару месяцев просто не отвечал на звонки и вот наконец он пришел человек который несет слово божие через фильм брат 2 через книги бунина через митинги за свободный интернет у меня в гостях отец александр микушин здравствуйте эта программа честное слово и я маруся загорская мужчина должен зарабатывать деньги но я не могу это представить чем вы зарабатываете скажу кратко секрет фирмы господь поможет бога может не быть я предлагаю ну давайте я продвину постою рядом как братва стояла в 90-х помнишь вот так а я постою говорю чтоб бизнес пошел еще у меня очень дорогой транспорт меня гаи не останавливает вы могли бы быть светским репортером и не больше вари церковь скажет ой-ой-ой-ой он там как выступает как некий спасителю даниила брать он еще пожертвовал там двумя-тремя десятками других людей вы знаете что кострики да ну слышал да господи прости меня а как вас правильно называть людям которые в миру можно александр можно александр сергеевич можно батюшка александр можно отец александр как удобно я нормально отношусь вы первый человек который пришел с пресс-волом да еще с таким александр мякушин согласился лишь с одним условием чтобы книга блаженного августина и новый завет стоят отец александр здравствуйте здравствуйте как вы выбрали себе такую профессию меня мой настоятель отец серьги принудил поступить семинарию я сильно не выбирал выбирать было нечего он сказал поступай в семинарию тебе это надо все с богом поступать трижды и отказывался трижды так обстоятельств складывали что я понял надо все-таки ехать и поступать семинарию когда мы вообще в каком возрасте к богу пришли в господа я верил всегда уже и в 10 лет я уже молился по-своему в 16 а принял крещение в 21 год и уже через полтора года я поехал поступать семинария кем вы были вот до этого времени до 20 был обычным парнем потом пошел в армию после армии работал в книжном магазине канцелярии книги там работала мне очень нравилось вы обрели бога не не на просто вы такой матерый я почему-то подумала что вы прошли тот путь когда от грешника до праведника тогда бы они был подписан на гвд москвы они бы были на вас подписаны полицию нью-йорка я на них подписан почему вы именно выбрали служение богу ведь вам же никто не запрещал без этого без этой работы верить и я же говорил сам батюшка батюшка отец сергий я раз в месяц причащаюсь стараюсь по воскресенье посещать храм божий читаю утренние вечерние молитвы стараюсь творить добро помогать людям мне я не хочу быть священником он все-таки говорит нет ты должен поступать семинарию должен нести это служение а в чем заключается ваша работа вот у вас есть какой-то ежедневник там расписание дел органайзеры если ежедневника нету потому что но у нас служба же бывают праздники великие большие праздники малые праздники сидит повседневные службы плюс я еще словил совершая служение в часовне святой великомучениц татьяна который находится в сквере политехнического университета плюс у меня паломничество паломническая служба я организую паломнические поездки к святыням алтая и по историческим местам алтайской духовной миссии который действовал на территории горного алтая ваша ежедневная работа в приходе она в чем заключается встречаемся изучаем священное писание киноклубы паломничество встречи я встречаюсь с людьми на службах на служение в храме в часовне ну вот и все за то что вы некоторые фильмы посчитали хорошими о вас начали очень много говорить о том что как же так одесса александр взял и похвалил иностранные фильмы вот что что вы там смотрите на этих киноклуб на самом деле мне без разницы где снят фильм фильмы в зимбабве в россии в гондурасе в голливуде во франции или в англии если это фильм хороший если там есть ценности или добродетели будем если говорить по церковному доброта честность самопожертвование любовь мужская дружба доблесть и так далее сопереживание то это наш фильм это хороший неважно где он снят в россии пока таких фильмов не вижу что такие фильмы снимали есть какой-то у вас запрет вот например фильм может быть вот с благодетелями но у него жанр неподходящий например в этом фильме убивают ну то есть ты любая драматическая история любая дружба нами всегда проявляется на фоне каких-то обстоятельств но вы же у меня не бывает вот допустим прекрасный фильм зеленая миля я считаю каждый должен его посмотреть прекраснейший фильм или форест гамб прекрасный фильм брат война бра хороший это наши фильмы хорошие русские фильмы они тоже есть майор юрия быкова хороший фильм ну вот брат это что это добро должно быть с кулаками мне кажется что как раз церковь то она учит другому ударили тебе по одной щеке да давайте продолжим дальше подставь подставь вторую нет ну вы знаете я несовершенный христианин если мне ударит по право я конечно поставлю левую но потом я не знаю что буду делать поэтому здесь не могу так сказать что я подставлю в очередной раз то есть иногда нам добру нужно и показать увесистый кулак или как но просто смотрите вы сейчас говорите очень однозначно вы сейчас говорите как она очень неоднозначные вещи как она однозначно что она поощряет разбой нападение или зло нет верующий человек то также должен заступиться за страждущих за тех кого угнетает и приложить для этого все усилия это нормально сама пожертвование больше то любви как если кто положит душу свои за други своя говорится в евангелии и вот христос иисус христос он положил свою душу за нас грешных он ради нас зашел на крест будучи безгрешным принес себя в жертву и любой человек который жертвует собой ради спасения ближних ради людей он идет по стопам господа и это нормально убрать он еще пожертвовал там двумя тремя десятками других людей их жизнями ведь там в этом фильме очень много аллюзий очень много аллюзий на библию имеется ввиду что он там как выступают как некий спаситель у данила да вот он как некий спаситель выступает и мне вот этим фильм понравился что очень много аллюзий на библию на и на евангелие там словах в делах в образах и так далее здесь они применили этот прием отсылки отсылок библии очень много слушайте но я никогда не рассматривала в таком в таком ключе его посмотрите там можно будет вместе посмотреть вам покажу просто сейчас буквально меня обескуражили я даже не знаю куда мне дальше разговоры вести потому что я не ожидала вот это вот это точно когда приглашу мол гибсона и он приедет ко мне в барнаул сюда я вас возьму мы будем летать и говорить на разные темы как раз и кинематограф обязательно а почему именно он а почему и мой любимый киноактер и кинорежиссер нет ли но фильмы где он игра был под лица и негодяя ни одного и во всех фильмах есть аллюзии намеки на евангелие даже фильм чего хотят женщины помните да казалось бы ну просто комедия ну вот просто комедия а ведь там показана метаморфоза преображение человека каким он был и каким он потом стал да он не замечал людей не замечал сотрудников был очень наглым злым там смеялся над обслуживающим персоналом а потом когда стал из читать и слышать их мысли да он же изменился он изменился и там очень много таких моментов хороших библейских а книжки вы любите до бунина люблю мою любимую это будет бунин он же развратник грязный за он очень верующий человек был да очень верующего биографии почитать его изучал биографию они а вот либо не подумала потому как очень верующий человек но есть расскажу а из современных читается из современных пелевин нет ты не читал мне нравится но не только будем вот я сейчас будет бунин да из чехов мне нравится рассказа чехова в вас сейчас считают одним из самых одиозных вообще представители русской православной церкви в нашем городе и вы наверное сейчас человек и даже более узнаваемый чем чем сам выходите и на мероприятие например там и про бизнес фокапы вот вы например да потому что занимаюсь организации паломничество путешествия мне было интересно послушать посмотреть чтобы сейчас все твердят про успех на ю тубе посмотришься успех успех процветания а как быть с теми у кого был успех потом бизнес-план рухнул но человек нашел себе силы поднялся пошел дальше это здорово это классно надо всегда брать себе руки не унывать идти вперед бороться а вы хотите сделать из паломничества какой-то бизнес проект или до планировал не получается постоянно звонят просят скидки и несколько раз было что и в минус выходе я не знаю ешь после и на раз думаешь все больше этим заниматься не буду все хватит все вот каждый раз поездка проходом все это последний раз но я не могу так ну или вот звонят или мы с детьми поедем а детям также платить меня язык не поворачь сказать ну знаете фирма которая предоставляет мне автобус она для нее без разницы люди какого возраста будут в автобусе находиться там есть определенная цена вот но поэтому приходится делать скидки большие постоянно и снижать цену я же еще социальных сетях даю информацию в контакте в одноклассников инстаграме фейсбуке выставляю объявление о том что будет паломническое путешествие и вот люди записываются звонят вот давайте тогда поговорим про интернет как я буду жить в двадцать первом веке когда мне нельзя вдруг в инстаграм очки завести и выкладывать своего ребенка котенка мужа и свое счастливое лицо вдруг не церковь скажет ай 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 церковь общение нету позиции церкви касательно инстаграма нету такую позицию да как говорят а что церковь думает о гарри поттере много чести думать о гарри поттере но есть такая книжка лично мне она нравится эта книга га про гарри поттер добро побеждает зло здорово-здорово что касается инстаграма вы знаете но это нормально инструмент который можно принять принести боль человека которую можно принести пользу этим инструментом а как вы фильтруете в этом инструменте контент и так я то на другие страницы практически них не захожу мне под подписан там на новостные ленты нью-йорк таймса английские издания значит наши издания наши газеты журнала чтобы быть в курсе события на некоторые военные сайты милиции сайты полиции допустим там полиция москвы и полицию нью-йорка вот я тоже подписан подписан на многих фотографов там тим ламан допустим да по моему австралийский фотограф очень интересная фотография на ханса зиммера подписан это композитор вы могли бы быть светским репортером судя по вокруг ваших интересов это как вы сейчас это вы об этом говорите что может быть соцсетях плохого греховного когда тогда надо уходить из соцсетей когда перестаешь себя контролировать когда теряешь самоконтроль все да из любого места надо уходить где бы то нему всегда должен быть контроль самоконтроль то и не должен отключаться вот и все где бы то ни был на стадионе в парке или в социальных сетях в инстаграме а у вас есть семья да если расскажите жена четверо детей они вас какого возраста 13 лет 12 11 и 5 лет но это уже подростки потом вы им до какой степени разрешаете погружаться в современный мир есть у них айпады инстаграмы в контакте ки вот это все скажу кратко секрет фирмы то есть это это вы не обсуждается я знаю что вы вообще у вас есть такое мнение не нестандартное не только там по поводу фильмов бизнеса и всего мы с вами обсуждали предварительно и вы сказали что мне очень важно сказать про мое отношение к феминисткам я думала почему это вдруг потом вдруг поняла что наверное сейчас одна из самых мощных сил в именно в российском инфопространстве которая противостоит именно такому образу церкви это феминистки мужчина должен зарабатывать деньги он добытчик женщина она может работать если посчитает нужным может не работать если она работа феминистка извините вас подожите может работать может не работать при этом свои деньги она тратит по своему усмотрению который она заработала мужчина должен зарабатывать средства нет я говорю не как феминист как бы как представители архаичной культуры но тогда она должна заниматься и домом и бытом вот в чем дело то чтобы он обедал не в кафе не в кафе и не в ресторане а дома чтобы дома все было хорошо вот она мужчина не может например если мужчина лучше готовит он не может ужин приготовить сам может это его право если посчитают нужным против таких нет но это же адекватно когда люди договариваются мне кажется это пусть договариваться сначала что потом все было хорошо я не спорю есть разные модели и люди могут договариваться это их право чтобы люди научились договариваться им какое-то время нужно а на то чтобы научиться друг с другом договариваться вот насколько я знаю церковь не очень-то одобряет до брачные связи но как можно понять научишься ли ты с этим человеком договариваться или нет если ты не попробовал люди должны узнавать друг друга я так скажу пусть сами там узнают как они посчитают нужным я не хочу в это вмешиваться в данном случае но я хотел сказать про феминизм в кино тот образ навязывается сидит женщина с квадратными скулами за столом да а справа слева такие мужики туповаты и вот она им говорит начинаем операцию мне хоть как иди борщ варить начинаешь ты операцию научись сначала борщ варить и чтоб твой мужик не обедал в кафе начинает она операцию такой образ навязываться голливудских режиссеров можно понять потому что они ограничены рамками у них там есть антидеформационная это комиссии специальные так далее вот там у них есть запрещена дискредитация там по расовым половому по возрастному признаку религиозным понятно наш это режиссер зачем это делать но вы же наверное должны понимать что отдельно фильм или как какая-то с какой-то сценарий он не может воспитывать человека он не может он не может воспитать ребенка он него не может воспитывать все они копируют об этом говорил и дедушка ленин с вами копируетjat говорят и психологи они все копирует оттуда но почему фильм это влияют как раз они влияют и то есть пропаганда фильмы это есть пропаганда художественные фильмы и многие документальные они влияют на сознание люди копируют поведение вот сколько преступлений было после выхода фильма бригада это мерзость сжечь этот фильм надо все взять диск сжечь актеров которые там сыграли режиссер больше не допускать ни до каких фильмов не может такое зерно прорасти в той почве в какой-то доброй почве если у человека есть семья приличная приличная а если нет фильмы для молодежи снимаются молодежи тоже смотрят поэтому мне вот не нравится вот этот вот это наступление вот этого феминизма а так я скажу вещи наверное которые если женщина варит борщ вам то пожалуйста иди работай но про борщ не забывай нет я думаю еще скажу эти вещи которые феминисткам понравятся я считаю что мужчина должен зарабатывать деньги мужик не должен говорить женщине иди на работу почему не работаешь иди не должен ее гнать на работу она что лошадь что ли или животное какое-то ты работой ты добытчик иди работой зарабатывая деньги мне говорят невозможно барнауле заработать невозможно а как же иммигранты у него здесь семья жена и 5 детей он их обеспечивает и там семья еще в средней азии тоже жена и тоже 5 детей а он сюда приехал не знаю ни языка ничего но просто многие опускают руки не стремятся зарабатывать чтобы содержать свою семью и поэтому жен выталкивают на работу да еще берут их зарплату рассчитывать за квартиру но для меня этому немыслимо я но я не могу это представить чем вы зарабатываете куча видеороликов там священник на очень дорогой машине и вроде как у меня очень дорогой транспорт у меня очень дорогой транспорт меня гаи не останавливают знаете какой транс ну ка я езжу на трамвае он стоит посмотрите на сайте сколько стоит трамвай и обслуживание трамвая вот в месяц вот гаи меня тоже не стану я езжу на трамвай вот смотрите на будет отшутились но расскажите реально вот из чего может состоять заработок священника и почему одни священники живут очень хорошо а другие могут там я не знаю может у них есть добрые друзья я не знаю не хочу комментировать я не завидую кстати стараюсь не завидовать никому зависть это плохо и зависть прежде всего разве от того человека который завидует я не хочу никому завидовать не за и вообще стараясь не завидовать а если кто-то живет ну может быть у них есть друзья состоятельные которые помогают обеспечили их вот так вот у других нет так и но вам церковь позволяет на чем зарабатывать вот конкретно вы меня есть заработная плата плюс есть ну я занимаюсь иногда паломничеством иногда мне удается там заработать маленько а наша заработная плата она чего зависит джоня чего не зависит прихожу получаю заработную плату все я столько выслушал исповедей нет на перевыполнил господь поможет в этом плане одна из таких точек где где схлестывается феминизм с церкви это вопросы планирования семьи и контрацепции и вообще взглядов на то имеет ли право человек и точнее женщина имеет ли право хотеть рожать или не рожать ребенка насколько это противоречит закону божиим священном писании сказано женщина спасается шедороди в каждом конкретном случае там свои какие то есть наверное обстоятельства вот надо нельзя вот так сказать но имеет женщина право иметь одного ребенка двух трех то ее право а к вам когда-нибудь приходили за разрешением или благословением на то чтобы не оставить ребенка нет такого не было в моей практике а вообще когда приходят с какими-то сложными тяжелыми вопросами как вы должны поступить как правильно предложить человеку выбор чтобы у него был выбор всегда выбрать из двух или трех вариантов они так что только так и все человек свободен но если у вас есть возможность человека остановить когда он на в одном шаге от какого-то преступления или чего-то да такие случаи мне были один случай был в белокурих и два случая здесь барнули когда я стараюсь находить в своей одежде в рясе еду по городу и белокурих ко мне девушка подошла и сказала что спросил у меня самоубийство это слишком тяжкий это большой грех до пойдем поговорим мы с ней поговорили сейчас у меня слова все слава богу у нас вышла замуж у нее есть дети я тогда понял насколько важно всегда ходить своей одежде в рясе и в барнауле было два подобных случая тоже подходили девушки и спрашивали а у вас есть какой-то путь для отступления вы себе оставляете вариант возможность когда-то выйти из зло на центр церкви я не говорю раз если меня выгонят когда-нибудь вот атак я мне некуда идти а за что могут внизу я хочу быть церкви мне нравится служить господу мне нравится быть служителем поэтому я уже прикипел матери церкви и я не себя не представляю без служения господу вот так бы я хотел сказать а вы когда-нибудь допускали мысль что бога может не быть не это всегда веровал даже когда октябренком был в школе я понимал что есть бог это открывался господь всегда веровал и если вы окажетесь перед богом чтобы вы ему сказали и чтобы вы у него спросили скажу господи прости меня все буду молчать и дальше буду молчать нечего сказать у вас есть хейтеры есть те кто вам пишет зачем ты божья корова сюда пришел были такие да но я быстро отхейтил просто отписывайтесь лучше не говорите я это это я предлагаю ну давайте я продвину постою рядом как братва стояла в девяностых помнишь вот так а я постою говорю что бизнес пошел еще допустим в двух машинах посидел они были проданы сразу же было такое да вы что серьезно но вы хорошо что вы пришли в нашу программу посидели можно в тейфе дадут да а зачем вам кстати силовики то но смотреть за работой они спасают людей помогают людям вот я в школе был в клубе юный друг милиции удостоверение было с фотографией велики искали ворованные это что блатная романтика которая сейчас захлестнула она до добра не доведет это это вот эти режиссер вот эти режиссеры бригады бумера они виноваты потому что ауе появилась так далее это их вина прямая